Сейчас ничего не буду рисовать. С почтой пришла, принесла от Мифа посылочку. Хочу ее открыть, заодно заснять. Может потом чего-нибудь порисую, если у меня временно это останется. Сегодня я получила посылку от Миф Творчества. И ее сейчас открою и покажу ту книгу, про которую я говорила в прошлом эфире. Так, да не за что. Сейчас я переключу камеру и открою посылочку. Вот так я повешу. Сейчас вот мне пришло очередное отправление от Мифа. Сейчас посмотрим какие там... Вообще я одну, по-моему, книжку. Две книжки. Ой, какие огромные. Какие книжки мне от Мифа пришли? Сейчас я вам покажу. Потому что в прошлый раз, в прошлом эфире я рассказывала, рассказывала именно про Миф Бокс и их книги, которые у меня есть. И вот сейчас пришли еще две книги. Первая это Магия кадра. Думала, она маленькая, она такая огромная. Вот, Магия кадра. И вторая, вот эта супер книга, я думаю, это третья книга от Билли Шоуэлл, который выпустил именно Миф. Тихо, потому что у меня детки спят. Две первые, которые у меня есть, я показывала вам в прошлый раз. Это вот такие книги. Первая моя книга, которую я прочитала от Миф Бокс и Билли Шоуэлл, это «Портреты фруктов и овощей». Очень мне она понравилась. Вторая книга, это уже «Портреты цветов» от Адая. Они очень разные, эти книги, построены абсолютно по-разному. Сейчас посмотрим, как же построена третья книга, о чем она называется, она «Ботанические портреты». То есть, казалось бы, объединяет первую и вторую. Вот посмотрим. No, sorry, I don't speak English. Вот в этот раз они прям так упакованы, каждая в свою пленочку. Сейчас откроем, посмотрим. Yes, it's «Билли Шоуэлл». I'm from Russian, Siberia. Yes, I don't speak English. Sorry. Ну, вообще, вот эти книги, они есть, конечно, и на английском языке, вот в первую очередь на английском языке. Это уже вот перевод, как и, собственно, книга, которую я очень хвалила «Как понять акварель», там тоже именно перевод. И вы знаете, не очень удачный перевод, потому что некоторые слова прям режут слух. особенно слова, касаемые именно акварели. Заливки, отмывки, там вот как-то они спутаны. Итак, что же представляет собой эта книга? Начинается с красивого форзаца, как и две предыдущих текст. Книга принадлежит «Ботанические портреты, практическое руководство по рисованию акварелью». Так, содержание, материалы. Приступаем к работе с натурой. Ну, вы знаете, хочу сразу сказать, что в первой книге и во второй примерно то же самое в начале и присутствует. То есть, если сравнить, вот посмотрите, начало такое же примерно идет от автора. Композиция, материалы, техники, алфавитный указатель. Здесь же тоже самое, да, идут материалы. Приступаем к работе с натурой. Изучение, рисование, работа кистью. В общем, надо смотреть. Но начало по содержанию похоже. Вообще, само по себе, вот эти все три книги, они наполнены чудесными иллюстрациями Беля Шовала. Поэтому уже само по себе держать их в руках и рассматривать очень приятно. Возможно, каких-то море знаний я не получила из первых двух книг. Хотя есть чему там поучиться, конечно же. Но именно вот созерцание этих всех иллюстраций дает очень много положительных эмоций. Так, про бумагу рассказано. Про бумагу, про кисти, про емкость с водой, палитры. Маскирующая жидкость, жидкость, ласти, клячка. Так, линейки, угольники. Интересно, зачем? Буду потом читать. Замедлитель высыхания, жидкий грунт. Приступаем. Так, про рабочее место. Вот работа с натурой. Кстати говоря, в первых книгах, по-моему, вот именно о овощи, портрет фруктов и овощей, рассказано, как Билли работает с натурой. То есть, каким образом, к примеру, она цветочки ставит, как она составляет композицию, где она берет натуру и так далее. Вот здесь, видимо, это раскрыто тема более глобально, более подробно. Так. Препарирование. Даже не знаю, честно говоря, что это такое. В общем, тут, видимо, такие теоретические есть какие-то моменты. Вот. Рисование листов. Важная тема. У меня часто с этим проблемы возникают. Вообще, рисование зелени очень сложное. А тут еще и рассматривается, как правильно строить лист. Так. Yes. It's book about watercolor technique and flowers. And, and, and. Ну да. Как рисовать, в общем-то, листы? Если бы я владела английским получше, я бы, конечно, бы и рассказала по-английски. Спасибо. Мне она тоже нравится. Спасибо. Спасибо. Так. Анализ негатива. Вот метод переноса с помощью кальки. Этот метод, кстати, уже был раскрыт, если я не ошибаюсь, вот в этой книге. То есть, как она рассказывает, например, если я хочу нарисовать какое-то сложное для меня изображение, я его сначала рисую не на акварельной бумаге, а на обычной. Далее, с помощью кальки я перевожу на именно уже акварельную бумагу. То есть, это нужно для того, чтобы на акварельной бумаге сто раз не рисовать, не стирать и опять не рисовать. От этого бумага портится. Если вкратце, если интересно, этот метод такой. Я рисую на обычной бумажке. На обычной бумажке я рисую сто раз, стирая и рисуя линии карандашные. Далее, я накладываю кальку сверху, очень жирненько обвожу все-все-все вот эти линии, которые нарисовала. Далее, убираю свой черновичок, переворачиваю кальку, начинаю хорошенько заштриховывать изнанку. Далее, кальку накладываю на акварельный лист и по моим линиям, которые я рисовала на лицевой стороне кальки, обвожу. Таким образом, то, что я заштриховывала, отпечатывается на акварельной бумаге и рисунок переносится. Вот, если так кратко, может и запутанно. Здесь это все рассказано. Вот она тоже рассказывает, видите, обвела на кальку, перевернула кальку, заштриховала, положила кальку заштрихованной стороной на акварельную бумагу, обвела по кальке еще разок, убрала кальку и на бумаге осталось то, что вы хотели нарисовать. Так. Изучение узоров и формы. Тон. Очень важная тема тон. Я вот сейчас как раз таки питаюсь в этого все наиболее сильно вникнуть, потому что, зная, как передать тон и вообще, что это такое, можно нарисовать абсолютно любую работу и она будет очень живой, глубокой, объемной. Совмещение карандашного рисунка и акварельного тона. Вот иллюстрации просто, конечно, тут замечательные. работа с кистью. Так. Ну, я, наверное, все не буду ее так пролистывать. Как выбрать размер кисти. Такая, видимо, книга, на первый взгляд, собирательная из двух тех других и более подробно раскрыты какие-то темы. Ну, вот если говорить о книге «Портреты именно цветов», то она именно направлена больше на мастер-классы по рисованию конкретных цветов. То есть, общих таких теоретических тут знаний не очень много. А вот когда рассматривается именно рисование определенных цветов, автор предлагает выкраску всех цветов, которые нужны для рисования изображения определенного выбранного цветка и кратенько записано по пунктам, как рисовать тот или иной цветок. Да, это Билли Шоу. Вот. Портреты цветов Тадая, портреты фруктов и овощей. Сегодня я получила книгу, которая называется «Ботанические портреты». Красивая роза вообще. Просто потрясающая. Так. Промакивание. Сразу вспомнилось мне слова из книги «Как понять акварель», когда автор Том Хоффман говорил, для чего вы держите рядом салфетку, полотенце, которым тут же старайтесь что-то где-то вытереть. Надо рисовать так, чтобы с первого раза все получалось, не давая себе шанса на какое-то исправление. Ну, здесь, конечно, о другом промакивании речь. Промакивание, когда идет именно, я бы сказала, даже вымывание прожилок каких-то, каких-то более светлых вещей, ботанической иллюстрации – это без этого никак. Очень такой распространенный способ. Вот такие невероятные листы. Вот посмотрите, несколько этапов фотографий, этапов изображения. В общем-то, как и во всех предыдущих книгах, такие фотографии присутствуют. изображение, растяжка цвета. Вот использование медиума для замедления высыхания. Честно говоря, о нем я ничего не знаю, никогда не пользовалась. Не знаю, использую когда-нибудь. В общем-то, пока без него прекрасно обхожусь. Добавление теней. Ох, какой листик, посмотрите, дырявенький. Все видео свои я сохраняю, почти все. Сохраняю на канале YouTube Свекла Арта, можно все будет посмотреть. И видео про кисти, и обзоры, и процессы рисования. Буквально вчера добавили туда, что-то добавили, уже не помню. А, выкраску, по-моему, выкраску, как я делала. Коррекция. В общем, тут нет пока что мастер-класса. Здесь именно технические советы, касаемо по рисованию акварели. А вот, пожалуйста, работа по увеличенной фотографии. Так, тут вот как раз таки, наверное, сейчас расскажу. Ага. Тут как раз таки идет совет. А вот, посмотрите, про кальку. Еще раз показываю, рассказываю. Вот, пожалуйста, фотография, как она переносит. Беру обыкновенную офисную бумажку. Сейчас, секундочку. Я сразу скажу, я не пробовала так переводить по кальке. Я как-то обычно делаю скетч, ну, такую зарисовку. Потом я рисую уже конкретно на акварельной бумаге, старая сильно ничего не стирать. И вот этим методом я не пользовалась. Ну, как автор предлагает. Я рисую какой-то цветочек, да, или что она там рисует. Я нарисовала какие-то сложные детали, которые нужно стирать, приходится много раз перерисовывать. Вот я нарисовала. Это простой рисунок, но речь, конечно, идет о сложном. Я нарисовала, где-то что-то стерла, где-то что-то добавила на обычной бумаге. Далее. Это дело я накладываю калькой. Так, у меня тут кальки нет, а вот есть. То есть я беру кусок кальки, вот, таким образом накладываю. Калька просвечивает. Обвожу свой цветочек, который очень сложный. Речь, конечно же, идет о сложных каких-то композициях и прорисовках. Обвела. Далее. Перед этим вопрос говорить его вслух. Ага, да, я уже это поняла. Вот я сейчас рассказываю о методе перевода сложных изображений с обычного листа на акварельную бумагу. Перевернула свою кальку и начинаю вот это дело заштриховывать. Причем я должна заштриховать не полностью вот это все, хотя можно и полностью заштриховать, а только там, где есть вот линии мои. Ну, можно здесь, в принципе, и полностью заштриховать. Вот я заштриховываю. Для этого нужен мягкий карандаш. Вот я, кстати, ни разу не пробовала так делать, но вот заодно сейчас попробую. Мягкий карандаш, чтобы он потом хорошо отпечатался. Вот я это все заштриховываю. Далее беру акварельную бумагу, сейчас я ее не буду портить, но беру акварельную бумагу, переворачиваю свою кальку, кладу вот так на акварельную бумагу и начинаю обводить, хорошо надавливая. Таким образом, отпечаток вот этой заштриховки, вот, пожалуйста, уже получается, он остается на акварельной бумаге. Что это дает? Это позволяет мне сколько угодно стирать и рисовать заново на черновичке. Тем самым, когда я перенесу уже отредактированный хороший рисунок на акварельную бумагу дорогую какую-то, которая не любит лишний раз, чтобы ее трогали, я получу уже идеальный рисунок, который я проработала заранее. То есть вот таким способом, видите, все перенеслось с помощью кальки. Можно еще переводить с помощью световых столов, каких-то столов с подсветкой, но далеко не у всех они есть. Но вот как я лично, я вообще этим не пользуюсь, мне это как-то и не нужно. Так, что тут у нас еще есть? Работа по величине фотографии автор, и также точно, как я сейчас рассказала, работает на черновичке, потом с помощью кальки переносит на акварельную бумагу. И вот, смотрите, все поэтапно, она тут в фотографиях показывает, как и что она прорабатывает. Так, цвет и смешивание цветов. То есть есть еще и тут теория цвета, видимо, немножечко показана, рассказана. Ее палитра, указатель цветов. Так, какие аббревиатуры используются для цветов. Так, смешивание зеленых цветов. Очень важная тема, прям такая животрепещущая, в которой проблема у многих, и у меня в том числе. Зеленые цвета. Смешивание оранжевых и желтых цветов. Вот, кстати, по поводу смешивания цветов, я очень рекомендую прочитать книгу «Синий, желтый, не дают зеленый». Недавно об этой книге я сняла видео на канале, в разделе, в плейлисте, точнее, «Ключик акварели» есть видео о смешивании цветов. Оно вот такое свеженькое. По-моему, «Ключик акварели» седьмой выпуск. Очень рекомендую посмотреть, а еще больше рекомендую почитать книгу «Синий, желтый, не дают зеленый». И вот смешивание цветов прямо откроется глаза на многое. Ох, какой цветок. Петунья черная. В общем, такая книга. Надо ее читать, надо ее изучать. «Смешивание белых цветов» — супер важная тема. Кстати, я тут как-то недавно задалась вопросом, как получить те или иные оттенки белых. Вот здесь, посмотрите, ромашечка прекрасная. Тема эта затрагивается. «Смешивание коричневых цветов». Моей, кстати, палитре коричневых практически и нет. В общем, вот такая книга необычного формата. Если первые две были такого формата, то это такая более квадратная. «Hi, everyone! Welcome!» Вот эта книжка квадратненькая такая. Буду читать, буду делиться своими впечатлениями. Посмотрим, что она из себя представляет. И еще одна книга, которую только что получила. Книжка называется «Магия кадра». Я хотела эту книгу прочитать. Она, я думаю, полезна не только тем, кто рисует, но в первую очередь тем, кто фотографирует. Хотя и тем, и тем, наверное, она одинаково будет полезна, поскольку говорит, наверное, о композиции. Учимся видеть и строить композицию точно. Видите, как я, прямо не прочитав, уже сказала. Композиция тоже очень важна. Не менее важна, наверное, чем умение видеть тон и передавать его. Ага. Вот. И я эту книжку тоже себе заказала. Раньше, кстати, не были книжки, каждая упакована в такую пленочку. Привет! Привет всем! Доброе утро! Добрый день! У кого как. Вот «Магия кадра». Тоже такой квадратный формат. У меня уже тут места для книг на моей полочке не будет. Надо что-то придумать. Как всегда, все книги американские начинаются с каких-нибудь посвящений, благодарности. Обычно это я опускаю. Так. Композиция, линии, близко-далеко, иллюзия, формирование кадра, свет, противопоставление работы над кадром, направление, чувства, негативное пространство, эксперименты, возвращение в руки, список литературы. Негативное пространство. Мне прям, ох ты, какая красота. Сразу захотелось прочитать про негативное пространство. Сейчас маленечко пролистаем книжку. Так, где там такое негативное пространство. 136 страница. То, что мне интересно сразу в первую очередь. Вот. Негативное пространство – это то, что окружает предмет, который мы изображаем. Ну, как я это понимаю? И как это все изобразить? Вот. Надо будет это читать. Много фотографий, как я вижу. Так. Мало текста. Такая красота. Ну, вот. Ничего пока про нее не могу сказать. Буду читать. И потом обязательно в своем инстаграме напишу онзыв в этой книжке. Все. В общем-то, все, что я сегодня хотела. Так. Не знаю. Можно что-нибудь поставить скетчик. Пока у меня есть время. Если есть какие-то вопросы, можете спрашивать. Так. Я сейчас, наверное, завершу. А потом, если даст она сохранится – сохранюсь. А потом подключусь и поскетчу чего-нибудь. Все. Всем спасибо за внимание.